Друзья, всем привет, с вами SnowEyes, добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего обзора это беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор от компании Netis. Данная модель называется у нас N2 и это флагманская модель в линейке Netis. Тем не менее, по цене она сопоставима с многими бюджетниками вот таких компаний как Zyxel, Huawei, Xiaomi, ну и так далее. Данное устройство работает у нас в двухдиапазонах 2,4 и 5 ГГц и обещает нам максимальную скорость до 867 Мбит в секунду на частоте 5 ГГц. В общем, вот таким вот образом все это выглядит, довольно интересный роутер с четырьмя антеннами. Давайте доставать его из коробочки, смотреть как все это дело выглядит. Вскрываем коробочку, здесь нас встречает руководство пользователя и гарантийный талон. Сам роутер упакован в такой вот целлофанчик. Давайте его извлечем. И вот такие вот антенны, которые у нас не съемные, они просто складываются для удобства. И вот роутер довольно-таки изящный и тонкий. На тыльной стороне мы видим 4 ГБ порта. Да, здесь, несмотря на то, что роутер не самый дорогой, он гигабитный. Вход для интернета, вход для адаптера питания. Здесь у нас отверстие Reset для сброса и кнопочка WPS. В общем, вот таким вот образом. На фронтальной стороне у нас также полоска индикаторов, которая показывает нам статус работы интернета, сети и каждого из портов. К сожалению, здесь нет USB входа, поэтому к роутеру непосредственно вы не сможете подключить ваш, допустим, винчестер и использовать его как облачное хранилище. Ну или как файлопомойку. Давайте посмотрим, что здесь у нас присутствует еще в коробочке. Здесь у нас нижний отсек, в котором есть вот такой небольшой у нас кабель Ethernet-овский и адаптер для работы от розетки нашего роутера. Адаптер питания. Вот, собственно говоря, и все. Комплектация не очень большая, но, тем не менее, все, что необходимо, здесь у нас присутствует. Сейчас я роутер подключу к сети и мы его немножко потестируем. Скорость, которую выдает мне провайдер, у меня 300 мегабит в секунду. И мне интересно посмотреть, какую скорость мы получим как на 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц. Несмотря на то, что роутер Netis N2 является флагманом линейки Wi-Fi роутеров компании Netis, по цене же он очень и очень вкусен. Стоит он порядка 2000 рублей. Купить его можно сейчас где-то от 1800 до 2500 рублей в зависимости от магазина. Причем при своей довольно-таки низкой цене он обеспечивает довольно интересный функционал. Это действительно мощный двухдиапазонный роутер, который позволит вам быть на связи и в 2,4 и в 5 ГГц и обеспечит максимальную скорость до 867 Мбит в секунду. У него довольно мощные 4 антенны и хорошая мощность передатчика, который обеспечит равномерный прием в двух- и даже трехкомнатной квартире. Ну а по цене данный роутер стоит значительно дешевле своих именитых конкурентов. Ну что ж, друзья, я подключил роутер Netis N2 к сети и вы можете с помощью веб-интерфейса произвести быструю настройку. На роутере, ну и в самом руководстве пользователя есть первоначальные настройки логина и пароля. Потом, естественно, вы можете поменять как название сети, так и логин и пароль для доступа. Здесь есть как быстрая настройка, можно использовать подключение к интернету здесь по умолчанию. И настройку интернета можно здесь задать как название сети 2.4, так и 5 ГГц в отдельности. Вообще эти две сети работают отдельно, поэтому часть, допустим, устройств у вас может быть подключено к сети 2.4, а часть к 5 ГГц. Ну и можно перейти, естественно, в более расширенный вариант настройки. Давайте вот таким вот образом сделаем, увеличим, чтобы было все видно. Ну и здесь традиционная веб-морда, в общем-то, все очень и очень похоже на большинство веб-морд других роутеров. Можно сменить язык, естественно, можно посмотреть сеть, настройки WAN, настройки LANA, настройки IPTV. Можно включить различные режимы. Резервирование адресов есть, режим работы, если у вас роутер работает не в режиме роутера, а, допустим, в режиме моста. Также здесь поддерживается IPv6, это очень хорошо. Также, естественно, здесь можно задать более тонкие настройки для этого протокола. Ну и отдельно у нас настраивается сеть 2.4 и 5 ГГц и полный комплект настроек. Можно выбрать и режим радио, и диапазон частот, и канал, естественно, и ширину канала. В общем, все по полной программе. Можно, естественно, включить фильтрацию по Маку, параметры WPS, ну и так далее. Короче, настроек здесь действительно очень и очень много. Причем отдельно, повторюсь, настраивается как 2.4 и 5 ГГц. В общем, довольно-таки тонко здесь все можно настроить, и все достаточно понятно, достаточно просто. Никаких вопросов у меня все это не возникает. Достаточно шустро работает роутер и веб-морда. Здесь у нас не так много оперативной памяти. 8 МБ и 128 МБ под прошивку. Но, в принципе, это достаточно стандартный объем, можно сказать так, для недорогих роутеров. Текущая прошивка у меня вот здесь на экране от 24 декабря, и вы всегда сможете скачать самую свежую с сайта Netis и установить. В общем, вот таким вот образом. Ну что ж, теперь мне интересно потестировать немножко скорость и, собственно говоря, посмотреть на уровень сигнала. Причем как в сетях 2.4, так и в 5 ГГц. На текущий момент времени я подключен к сети 2.4 ГГц. Начнем с нее, и уровень сигнала действительно очень и очень хороший. Роутер у меня стоит в коридоре, я нахожусь на кухне. Между нами стена и плюс порядка 4 метров. То есть, в принципе, роутер достаточно мощный и пробивает очень неплохо. Смотрите, какой у нас уровень сигнала. Достаточно высокий, он немножко плавает, но тем не менее, меньше там минус 40, условно говоря, не опускается. А в среднем минус 30, минус 35. Это очень хороший показатель. Если мы посмотрим сети, которые у меня здесь находятся вокруг, то в 2.4 ГГц какое-то сумасшествие. Вот только, можно сказать, на 11 и 12 канале и выше у меня более-менее нормальная ситуация. И мне Wi-Fi аналайзер как раз-таки рекомендует перейти на 12 канал. Поэтому, если бы я работал в сетях 2.4, я бы, наверное, перешел. Но пока оставим все как есть из коробки. Вот таким вот образом все это выглядит. И уровень сигнала, ну, реально, реально очень и очень хороший. Что же мы можем получить в сетях 2.4 ГГц? Очень зашумленных сетях. И, вы знаете, не самый плохой результат, надо сказать. Действительно, очень и очень неплохо. На скачку практически 90 Мбит и на загрузку в районе 80 Мбит с довольно низким пингом 5 мс. Я могу сказать, что для сетей 2.4 ГГц и очень зашумленном сигнале, у меня здесь, вы же видели, огромное количество роутеров работает именно в 2.4, это очень хороший результат. Действительно, отличная скорость. Ну что ж, теперь предлагаю перейти на 5 ГГц и посмотреть все то же самое именно на данной частоте. Ну что ж, друзья, мы перешли на 5 ГГц сеть. И, собственно говоря, давайте посмотрим, что мы имеем. Ширина канала сейчас у нас 20 МГц, 40 канал. И вот тоже сигнал плавает в районе минус 30-35 dBm. Это, в принципе, неплохо. Если мы посмотрим на сети, давайте переключим на 5 ГГц, то, в принципе, как вы видите, в отличие от сетей 2.4, у меня практически нету здесь фона. И можно спокойно выбирать свободный канал. И в гордом одиночестве находиться никто тебе не будет мешать, никто не будет фонить. И даже вот 40-й канал, один из самых популярных, у меня свободен. Хотя вот Wi-Fi аналайзер рекомендует перейти на 44-й. Очень все не дурственно. Повторюсь, 4 метра от меня до роутера и одна стена. Вот минус 29 dBm мы видим на текущий момент. Давайте посмотрим теперь спид-тест на 5 ГГц. Повторюсь, где-то порядка 4 метров от меня сейчас до роутера. Он находится в коридоре через стену. И 300 Мбит выдает мне мой провайдер. Вот такая вот скорость на загрузку у меня на моем ПК. У него антенна находится на корпусе, он стоит сейчас на полу. И вот такая скорость у нас получается на скачку. На скачку 207 Мбит, на загрузку 174. И как мне кажется, это действительно показательно. Мы получили цифры в 2 раза превышающие скорости, которые мы видели на 2,4 ГГц. Причем это не предел. Если я протестирую сейчас скорость, допустим, на своем телефоне и на планшете, то я получу все 300 Мбит. В компьютере у меня стоит уже довольно старый модуль Wi-Fi. И он уже сам по себе не может выдать мне максимальные скорости. Могу сказать, что довольно мощное устройство, очень мощный сигнал, 4 антенны позволяют действительно покрыть квартиру полностью. Ну, по крайней мере, 2-3 комнатную точно. У компании Netis, помимо различных роутеров, есть еще очень много коммуникационных решений для дома. Это в том числе ADSL модемы, VDSL, Powerline адаптеры, Wi-Fi адаптеры и так далее. Поэтому по ссылочке в описании вы можете все это посмотреть, изучить и при желании приобрести. Ну, а я наш обзор буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк этому видео, если это так. И подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну, а я буду прощаться. С вами был Айс. Всем пока.